Добрый день, друзья! В экране сейчас жили Заверия Константинович, садовод. Но давайте немножко заглянем и в мироздание. Многие вещи лежат на поверхности. Но как-то принято считать, что этого не может быть. Когда-то, благодаря нашим председательникам, было очень много ложных вещей попало в нашу жизнь. Они подходили к психике человека. Например, наш известный физиолог, который считается гением в 19 веке, написал книгу, в которой был вывод, что у человека нет души. А дальше, как было написано, прямо в этой учебнике, что прогрессивная часть общества российского восприняла книгу с восторгом. Им это так понравилось, что нет души. Это было чисто человеческое качество. Нет души, можно делать всё, что хочу. Плоть до убийств. Поэтому надо ко многому относиться скептически и пересматривать. Я много чего пересмотрел. Вспомните, погибают мамонты, а эти не мамонты, а динозавры 65 миллионов лет назад. Это буквально вчера. И вот вылезла из двоих нор, почувствовав безопасность, землеройка. Вот та же крыса. И за 65 миллионов лет стала человеком, у которой 100 триллионов клеток, каждая специализирована. Поверить в это, а школьникам заставляет в это верить. Знаете почему? Потому что я процитировал это из учебника «Школьные биологии». Ну, продолжаем. Я никогда не смогу остановиться. Я заканчиваю серию. Возможно, ещё будет одно-два серии. Ну, в принципе, о наших великих притечах. Но решил не упускать и наших современников. Знаете, как с английского переводится? «Бабиков Прометей». Ух ты, Прометей. Вот мне эту книгу прислал в электронном виде. Вот она перед вами. Прислал Кургимов Николай Иванович. Что он пишет? «Привет, вам Валерий Константинович». Вот тут есть одна из культовых книг. «Бабикова. Наш инженера и контактёра». Но слово «контактёр» сразу вызывает какое-то недоверие. Книга интереснейшая, очень неоднозначно истинная. Смотрите, не увлекитесь. Наряду с рациональными суперноучними мыслями ему наговорили массу нестыковок и проколов, особенно в плане этики. Что особенно обидно. Шлю выдержку из книги, как пример, возможно иллюстрации ваши идеи на происхождение культурных растений. «Подтверждение, но не доказательство». Доставить решить, подстерегитесь. Многие пророчества Бабикова оказались несостоятельными. А когда так пишут, может быть, а может для меня несостоятельные. И когда я это прочитал, мой ответ был такой. Я подстерёгся и пишу вот такой ответ Николаю Ивановичу. «Эх, уважаемый Н.И., я чем дольше живу, тем тупее себя ощущаю. И молчать не могу. Но не получается признанной теории оккультуривания диких плодов и деревьев. Всего-то за сотни поколений оккультуренного человечества». В столетии, 10 тысяч лет назад, мы только слезли с деревьев и перешли к оседлому образу жизни. Наоборот, одичание, а, кстати, 10 тысяч лет, это якобы. Возьмём, ещё поделим на 30-20-30 лет среднее поколение. Получается, что сотни поколений всего-то, и вдруг хвост отпал, мозги увеличились в три раза. Вам не смешно, друзья? Наоборот, одичание не только возможно, но и неизбежно. Хорошо живётся профессиональным учёным. Им со студенческой скамью внушили основополагающие феноментальные истины. И вот представляете, я, кстати, вот здесь делаю, так сказать, моя сноска как бы будет. Вопустницы Тимиряйзовки, кандидаты наук, среагировали на мою критику, что у деревьев якобы есть лишние ветки, их надо уничтожить. Ну, то, что за ним уничтожаются деревья, этого никого не волнует. Главное, что ветки лишние уничтожат. И вот на ответ на эту критику, они нашли якобы слабое место в моих этих трудах, то есть в Железу. У него сад со свободным опылением. Это значит, что если к ним взять косточки, семена, то они обязательно вырастут, там так и написано, дикарями и запятая жирнелями. Видите, что значит им били в истину? А самим, как я вырастил 30 тысяч деревьев, убедиться, что всё это чушь собачья, им в голову не приходит, им уже внушили. Это слабое место науки, что они вот эти фундаментальные истины вбивают, якобы фундаментальные. Вот это обидно, страшно. Без того, чтобы научить их сомневаться, 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 сомневаться. Вот как... У меня это от природы, а они как? Не тех берут института, университеты, что ли? Это исключает дотошное изучение того, что выходит за рамки обыденного. А я, любитель всего непознанного, этого не понимал. И мечусь в мыслях до сих пор. Но почему они не видят, что кроны деревьев, даже внутри одного вида и сорта, сугубо индивидуальны? И любое движение секатора неразумно с точки зрения их программы развития. Ещё десятки примеров только из садоводства. Почему они делают вид, что вращение Луны с ювелирной точности вокруг Земли видна только одна половина на протяжении тысячи лет, подчиняется небесной механике? И это тогда, когда Луну по касательной бомбардируют астероиды с гигантской скоростью и огромной кинетической энергии. В условиях отсутствия атмосферы. Это всё время не двинули даже на сантиметр. Ах, как мне хочется отказываться от привычного, атеистического, сытого мироздания, где нет таких понятий, как совесть, добро, зло. Есть материя. Вот. И вот многочисленные следы богатого на события прошлого в нашей Земле принципиально не замечаются, не изучаются, и леды на откуп любителям и богословам. В галактике между звёздами дрейфуют гигантские ледяные кометы, объяснить происхождение которых пока за пределами нашего разума. Всё, что за пределами нашего разума, друзья, это божественное. За миллиарды лет они, в конце концов, находят себе пристанище в виде морей, океанов и дождевых туч. Плюс резерв в виде ледников на стоящих планетах. Прошу прощения. Насекомню, плюнуть. Галя, сейчас засниму фильм и перезвоню. Так. Продолжаем. Вот так. И что интересно, вода из космоса структурирована, в смысле пронизана щеловыми линиями, соединяющими строительный мусор, таблицами дерева, в скобках, чертежи ДНК. Ещё раз. Вода из космоса структурирована. Это моё мировое открытие. Доказательства, сами резать глаза. Это естественно дливо, в скобках коллеги засмеют, не закрывать глаза, она очевидная. А общепринятое случайное слепание молекул, я забыл добавить, в грязных лужах, ни с того, ни с сего, начинающих дублировать сами себя, это объяснение, ведь ничего не объясняет. Протерите глаза, господа. Ледяные узоры на стёклах, суть негатива готовой конструкции растений и простейших животных. Сейчас я вам покажу это. И вот она альтернатива случайному слепанию молекул, которые, вопреки закону природы, почему-то оживают в чьём-то воображении. Воображение, заметьте. А на самом деле, эта теория случайного слепания в грязных лужах высосана из пальца. Доказательств нет. А у меня есть. А на самом деле, просто встраивается в готовый силовой каркас. Ну, дальше, это моя реакция на книгу Бибикова. Существуют ли контакты между мирами и контактёры? Между звёздными системами и тем более галактиками однозначно нет. Мощность человеческого мозга как приёма-передатчика материальных мыслей, исчезающая мала даже в пределах одной комнаты. А гигантские расстояния и посторонние гигантские мощности космического излучения плюс исчезновение материи при скорости выше световой исключают мезвёздное путешествие и физическое общение. А вот общение между соседними измерениями давно стали обеденностью, но не признанно официально. Вот и общаемся только мы, любители. Чего больше это общение вреда или пользы? Надо ли вызывать это направление науки или продолжать борьбу с мракобесием? В кавычках мракобесием. Не знаю до сих пор. Общение-то одностороннее. В кавычках мракобесием. Происходит, как правило, во время так называемого быстрого сна на уровне подсознания. И что там нам нашёптывает, мы не знаем. Только, оглядываясь назад, наломав дров на своём жизненном пути, разводим руками и говорят, чёрт попутал. Кстати, у меня таких несколько было. Полное благополучие, раз меняем жизненный путь, который меня и привёл к тому, что я несколько... Я же не знал ещё 30 лет назад, что я создам несколько... Новое направление науки, несколько мировых открытий. Кто-то ж подвёл меня к этому. Я же просто инженер был. Так, дальше. Я инженер. И, конечно же, отрицаю физическое общение с пришельцами соседних звёзд. Как невозможно в принципе. Но разница с соседями с луной и маршем. А значит, книга Ю.А. Бабикова «Мировоззрение или возвращение Прометея». Великолепный, где-то гениальный, научный роман. Роман. Поданный в жанре, как сейчас принято говорить, в фэнтези. Эх, если бы автор на самом деле один в двух лицах. Привёл в качестве примера прогрессорской деятельности инопланетян. Не внедрение, а вообще в рацион и жизнедеятельность землян. Это очень... Прошу прощения. Извините, снимаю фильм, освобожусь через 20 минут. Перезвоните, пожалуйста. Вот. И вы меня извините, но что делать? Отключать телефон нельзя. Очень трудно сейчас. Очень трудно многим. Так. Да, с овощами это, конечно, нету корней на земле у многих овощей. Но это вот, на это он и ссылался, обе веков. А мы читаем дальше. Тут, наверное, его... Так. Тут, наверное, я бы его два счёта приземлил. А так ему, автору, удалось всего лишь расширить мои познания о севодстве, пока искал книги «Откровения». Я их там не нашёл. Слабое место контактёров в том, что пообщавшись через них с «неземным разумом», в кавычках «неземным», мы с разочарованием убеждаемся в том, что они не сообщают там ничего нового неизвестного доселе, чем объединяет свои выдуманные творения с уважением железа. По скриптам прикладывая сохранившийся после ремонта компьютера несколько фото ледяных узоров. Но почему непонятно, что это водные негативы всего живого на Земле и никаких фантазий. Заодно выражая особой благодарности Татьяна Александровна и Нага записанные в фото ледяных узёров. Царство и Небесное Татьяна Александровна. Примечание. Друзья, очень уже десятки сотни тысяч фото ледяных узёров на стёклах. Именно там о невыдуманных теориях истории происхождения жизни на Земле. Сейчас я вам покажу. Вот это вот узоры на стёклах. Они мне напоминают растения. Вот. А некоторые насекомых. Полюбуйте эту красоту. До того привыкли. А осознать, почему существует в воде. Потому что конденсат – это вода. Никто не знает. это одно из состояний воды. Вот. И вы видите листья, которые пока в проекте. Будущие листья. Видите? Что-то напоминает насекомых. Вот это красота. Что-то папоротники. Вот это вот. И вы мне скажете, что это не похоже на живое растение. Но это пока их проекция. Еще я называю лекалами. Структурированным полем. Структурированным невидимым биополем. Вот так я называю. Вот видите? Ну, чем не насекомые. Ой, красотища. Ой. Я у меня, когда я это увидел, когда мои друзья собрали до кучи, это или отломанная ветка была, или это она только вырастет в перспективе. Вот. меня захватило дух. Вот она, жизнь-то откуда взялась. Вот она. Ну, посмотрите, чем вам не растение вот это. А? Как сделать так, чтобы люди поражались этому и включились в эту работу? Это не просто вот взял, вот он взял этот конденсат и сам принял такую форму. Сильно живая форма, сильно листья напоминает. Вы не видите, что это листья? А? Как докричаться до ученых? Знаю, вот, посмотрите, какие бабочки. Как докричаться до ученых? Как? Вот он, гриб, то ли будущий, то ли был гриб, его срезали, а осталось биополе невидимое. И эта биополе заполнилась водой, конденсатом. Вот они листья, вот она происхождение жизни на земле, вот они листья, вот, значит, хватит, опять насекомное, опять листья, 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 листья. Криком кричу, ну, что вы это про грязные лужи, где грязные лужи, там нет ни чести, ни совести, ни достоинства, есть только подлость, предательство, убийство и взрывы церквей. Вот что такое происхождение с грязных лужей. Зачем нам били это в голову? Зачем били в голову, что у человека нет души? Представляете, учитель биологии скажет ребенку, что у него есть душа. Ее же выгонят со школы с треском. Скажет, иди, это самое, послушницей в церковь или прочее, пошла нахер. Нам такие учителя не нужны, которые обнушат детям, что у нас есть душа. А вот это еще интереснее. Это замороженная вода. Мой покойный друг со своей женой Латинков Юрий Алексеевич, царство ему небесное, прислал мне вот это вот, представляете? вот это вот и есть такая одна вода. А никто ничего не собирается не удивляться, ничего. Ну и еще я вам вот сейчас скажу. Однажды случилось чудо. Уже с 2000-го какого-то года уже я опубликовал целую статью на этот счет, как появлялась жизнь на Земле. Силовые поля существовали уже силовые структурированные и там, где какой-то лужи в воде они были в эту встраивались. А набор молекул, представьте, грязная лужа еще пронизанная лучами солнца, вот, соли, минералы, все-все-все. И молекулы встраивались, подстраивались, подстраивались, подстраивались и тогда только оживали. И умели готовую способность делиться, потому что ни в какое грязное луже может что-то псевдо или про органика появиться, но она никогда не будет делиться, потому что это за пределами это чудо, это божественное за пределами понимания. Это генная инженерия высшего уровня божественного. И вот однажды я включил телевизор, и у меня есть отдельный фильм, потому что я потом сразу говорю, все что я скажу сейчас, я не придумал. Нет. Потому что это была передача телеканала 2Н, или как он там, у меня есть целый фильм, я его прямо оживил, заснял, я оживил, заснял, вначале послушал, вот это вот, я пока он говорил, я лихорады все записывал, а после этого я нашел эту передачу, у них на сайте, и показал, что этого я ничего не выдумал, ни одной строчки, а что говорил профессор Ваяков, вот, уже ясно, что он уже был знаком с моей теорией, сейчас появляются намеки, вот он не сказал гипотезу, он не сказал теорию, нет, намеки, он постеснялся, он как-то учится биологии, только скажи, что у ребенка есть душа, и вылетишь со школы, так и тут сейчас появляются намеки на то, что в формировании организма вода принимает также важную эту, там, вне троеточие, в том смысле, что она не просто растворяет, а может строить, то есть вода универсальный растворитель, и универсальный формообразователь из того, что в воде, так, из того, что в воде реально начинают собираться, начинают собираться определенные формы, которые начинают жить собственной жизнью, вот она, вот почему, вы понимаете, украсть у меня открытие человек не мог, потому что я там, у меня даты и все, у меня на сайте, да, я сейчас все и показать могу, вот, я еще и показать могу, я завелся, ну что ты будешь делать, вот он сайт, вот он новости сайта, записки зачарованного садовода, так, ох, не ошибиться бы, это начало, потом это вошло в книгу, вот так, ну вот, я, кажется, влип новое садоводство, садоводство для избранных судьбой, да, так, не я веду сайт, я хотел вам показать, ну там те же самые фотографии, там все тоже, у меня знаете, какие есть весь открытие железа, мы потомки гермафродитов, это совсем другое уже, это уже совсем другое, вот, тут у меня дальше идут публикации, кстати, фотогалерея выглядит вот так, я всегда говорю, хотите заглянуть фотогалерею, положите вначале валидол под язык, вот, единственный в своем роде сайт на всей планете, не сайт, а сад, единственный сад на всей планете, единственный, и тоже науке не нужен, тоже не нужен науке, представляете, ребята, публикации, отсюда с новостей, то то, чего я хотел вам показать, скорее всего, публикации перед, смотрите, сколько у меня стадей написал, уникальная вещь, государство и премия минимум, и в Нобелевской это нормально, да, новое садоводство, новое садоводство, оно у меня еще в одном месте есть, оно еще в одном месте есть, сейчас вспомню, где, ага, раз я там не смог найти, я найду, и вот здесь слово новое садоводство меня подвигло, подвигло, нет, не здесь, другая книга, 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 а, скорее всего, записках, вот, видите, я даже написал, когда это было, 29 мая, 14-го года, вот почему Ваяков не мог уже сказать, что это теория, что это практика, мы же можем теперь, основываясь на этом, людям выращивать руки-ноги, погружаясь в тайну жизни на земле, те же самые фотографии, видите, я застолбил, и Ваякову ничего не оставалось, но хотел бы сказать правду, что земля, вода не только растворяет, вода строит, 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 вот, ну, скажите, скажите мне, что это не растения, а не ледяные узоры, ну, и вот однажды в этой бедной голове родилась ненаучная мысль о том, что не мы люди оккультурили плодовые растения, оккультурные растения появились на земле раньше нас, видите, сколько у меня доказательств, величайшая божественная тайна мироздания, жизнь возникает, это есть, вот оно, новое открытие мировое, оно важнее Дарвина, оно важнее всего, оно ближе, правда, к божественному, происхождению, и морду воротит наука, потому что здесь уже, это, я богоискатель, величайшая божественная тайна мироздания, жизнь возникает, существует в двух испостасях, вездесущие матрицы, по-другому, силовые каркасы или биополя, и их порождение материальное детичь и живое организм, вот эту фразу вам надо обязательно, вот, и вот эту, так вот, я инженер и богоискатель, бережно пронесшись через всю свою жизнь, не слепую веру, слепую, дурацкую веру, а страшное изумление, как разумно устроена вселенная, солнечная система и наша планета, вот так вот, друзья, я сказал все, что хотел, возможно, это заключительный, там, правда, про великих претеч, вот, я еще туда не вошел и не войду, потому что они претечи, вот, а понятие, я боюсь, что, учитывая, что даже такой умнейший мужик, как профессор Маяков написал, появляется намеки, что вода начинает, цитирую его, что вода растворяет, начинает собираться в определенные формы, которые начинают жить собственной жизнью, вот это вот, он не написал бы намеки, уволили бы к чертовой матери, почему, потому что отсутствие Бога, вернее, внушение о том, что атеизм подлый, предательский к людям атеизм, внушение людям о том, что Бога нет, дает возможность в 21 веке какому-нибудь генералу, палачу, вот, начали президенту, дать команду генералу, генералу, летчику, у летчика жена, дети, как правило, вот, и бомболюк, и он в 21 веке, несколько лет назад, высыпает бомбы на красивейший, один из красивейших городов с русскими людьми, Донецк, и на части разрывает женщин, детей на куски, а выжившие по подвалам при температуре 0 градусов месяцами, представляете, стуча зубами, простывая, умирая от страха, и это кто-то же нажал, открыл бомболюк, вы понимаете, потому что Бога нет, а вот скажи ты, профессор Войков, скажите вы все, перейдите на мою сторону, я пока один на всей планете это знаю, вот, намеки, ну не мог он сказать, я понимаю, тоже кушать хочется, сказать, что это самое, вон они, есть доказательства, почитайте Железово, и еще бы уже следующее поколение уже бы не стало убивать друг друга, да ладно друг друга, женщин, детей, представляете, в 21 веке, современный город, русский город, и такой же летчик, который то ли русский, то ли украинец, даже там, или перемешанных этих, только потому, что Бога нет, своих детей, он может быть жизнь бы за своих отдал, детей, бомбами, на части, на куски, показывали по телевизору, горы трупов, вы что, и только потому, что подлецам, с тем кожан, как и с револьвером, на боку, нужно было право убивать, расстреливать, сажать, сажать, грабить, отнимать, все, вот на этих словах я заканчиваю, именно это я хочу донести, вот, а посмотрит человек 300-400, это горько, не 300-400 тысяч, 300-400, я каждый раз прошу, ну вам, вы получаете, подписчики, там, 9 тысяч, моего, этого самого канала, эту ссылку, но так трудно, ее отправить, чуть дальше, сказать, досмотрите до конца, там, Вася, Петя, Коля, мой сын, или мои родители, вот, раз уж я наткнулся, раз уж я случайно посмотрел, я теперь правду знаю, о божественном происхождении, все, друзья, до свидания, я даже не могу говорить, только все испорчу, в глазах стоят слезы, Господи, какая-то, взорвав церкви, сколько беды принесло это, и те, вроде бы, умнейшие ученые, книга, привела к выводу, что это, эти, изучение, как там было, рефлексом человека, привела к выводу, что у человека нет души, ура, кстати, у человека есть душа, какая глупость, какая она дала возможность, вот, прогрессивная общественность, встретила книгу с огромным, как там было, восторгом, о, я показывал эту страницу, я подчеркнул эти слова, про это, удовлетворение, общественности, та, которая потом одела кожанки и пошла взорвать церкви, или конюши, переделать под конюши, все, до свидания, друзья, возможно, это 10-е или 11-е, возможно, последнее из этой серии, опять будет, так мало, и так мало людей узнает, что вот это все правда, что это правда, 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 что это надо видеть, надо видеть, вот эту чудесную картину, случайно, да, намеки, да, доказательства, все, не прощаюсь, и, да, извините,